Фракийцы В древности племена северных фракийцев – гетов, даков, тирогетов, карпов, костобоков и других – населяли область к северу от Балкан. Они были земледельцами и скотоводами. Первые сведения о гетах содержатся в трудах греческих авторов с VI-V веках до н.э. Геродот рассказывает о том, что геты, которых он именует самыми храбрыми и честными среди фракийцев, оказали сопротивление войску персидского царя Дария I, отправившийся на гетах. Геродаки, носившие разные названия, занимали обширное пространство от Центральной Европы до Азии, вплоть до Индии и Китая. К примеру, североиндийский народ Панджаби является потомком племени массагетов, обитавшего в Центральной Азии более 2500 лет назад. Эти потомки гетов говорят на языке, в котором есть сходство с молдавским – румынским. При этом многие общие элементы Панджаби и Молдавского – румынского – сходны с латынью. Это значит, что геты говорили на языке сходном с латинским и до римской экспансии. Римская экспансия на Балканах, появление легионов на Дунае сделали неотвратимым столкновение римлян и гетодаков. После двух дакоримских войн в 101-102 годах и 105-106 годах римляне основали на покоренной территории Дакии провинцию, впервые упомянутую в военной грамоте 106 года. Римляне завоевали лишь часть Дакийского царства – около 20%. Банат – большую часть Трансильвании и запад Алтении, образовав на этой территории римскую провинцию с таким же названием – Дакия. Остальные земли остались за свободными Даками. На территориях, которые не были покорены римлянами, господствовали свободные Даки – геты, карпы, костобоки, сарматы. Они жили к северу, востоку и западу от провинции Дакия. Хотя эти народы не вошли в состав римской провинции Дакия, они поддерживали связи с римлянами, а позднее и другими соседними племенами – готами, вандалами и другими. Они часто совершали военные походы на территорию империи. Свободные Даки постоянно тревожили покой римской провинции. Так, в 117 году, когда в Дакии начались волнения из-за смерти императора Трояна, сводные Даки напали на римлян. Еще одна военная кампания датируется 143 годом, а в 170 году костобоки напали на Мезию, Фракию и Грецию. Вторжения свободных Даков происходили в годы правления императора Комода, в 218 году и в течение 3 века н.э. Когда под их давлением римляне ушли за Дунай, свободные Даки наводнили бывшую римскую провинцию. Археологические исследования показали, что после 271 года жизнь продолжалась в старых центрах провинции и новых поселениях. Период между IV и VII веками вошел в историю Европы как эпоха великого переселения народов. Великое переселение народов началось с миграции германских племен, которые были обусловлены демографическим ростом, изменениями в общественной структуре и образе жизни, похолоданием климата на скандинавском полуострове, которое толкало германцев на юг. Похолодание в Сибири спровоцировало волны перемещений племен гунов, аваров, булгар, которые стали участниками великого переселения народов, которое охватило Евразию. В Дунайско-Черноморском ареале по очереди обосновались Вестготы, Готы, Остготы, Гуны, Гипиды, Авары. Кочевники не заняли территории к востоку от Карпат и другие регионы Даки, но их власть здесь поддерживали небольшие военные отряды, либо оставшиеся группы германцев. Одновременно с этими миграциями в VI веке на земли к северу от Дуная проникает новая волна славян. В 602 году византийская граница по Дунаю пала, а славяне массово стали оседать на Балканском полуострове. Передвижения славян повлияли на эволюцию коренного населения гетто-дакийского происхождения на Карпато-Дунайском пространстве и Балканском полуострове. К северу от Дуная произошло обратное. Коренные жители на протяжении столетий ассимилировали славян. То же случалось и со славянами на Эпире, Фессалии и на Пелопонезе. Их ассимилировали греки. Все переселявшиеся народы оказали определенное влияние на местное население, но сильнее всего славяне. Славянское воздействие ощущалось в эволюцию политических институтов в церковной и культурной сферах. В IX-X веках славянский стал церковным языком на всем Балканно-Дунайском пространстве. Здесь прижились славянские названия, касавшиеся политической, церковной и военной сферы. К примеру, воевода, князь, служба. Позднее славянский стал использоваться как язык канцелярии молдавского и валашского княжеств. Нам неизвестно, как называли себя коренные жители Карпата-Днестровского пространства в IV-XII веках. И хотя данный регион находился под властью различных переселявшихся народов, предки молдаван, будучи организованными в этнические однородные общины, смогли выжить и сохранить свой язык, культуру и обычаи, доставшиеся им от древних фракийцев и гетодаков. Уровень политической организации, экономического и культурного развития позволил нашим предкам ассимилировать народы, которые осели на Карпатско-Черноморском пространстве. Молдаване являются антропологическими и культурными потомками гетов, фракийского народа, упоминавшегося неоднократно в письменных источниках I тысячелетия до н.э. и западных сарматов, многонационального народа, основу которого к I веку до н.э. составляли протославяне. Геты и часть сарматских народов образовали на территории современных Молдовы и Румынии государство Дакия, которое существовало несколько столетий параллельно с Древней Грецией и Римом, а также другими цивилизациями Древнего мира. В догосударственный период социально-административная структура восточно-карпатского населения развивалась от села к воеводству, от воеводства к государству. Несколько сельских общин, сел составляли княжество, воеводство, которое постепенно стало называться цара, страна. Основными административно-политическими структурами были воеводство, административно-территориальные единицы, предшественники молдавского государства, которое появится в середине XIV века. Земли, на которых появилось молдавское государство, никогда не были пустынными. Доказательством этому служат папские дикты, в которых еще в 1234 году проявляется беспокойство по поводу волохов из молдавского епископства, многократные экспедиции венгерского королевства контр-молдаванос против молдаван, военные операции, которые привели к образованию к востоку от Карпат оборонительной приграничной зоны во главе с Драгошем. В легенде, подхваченной некоторыми летописцами, рассказывается, что Драгош был первым молдавским господарем, создал печать молдавского государства, и с того времени началось правление, подобное капитанству, Ка-О-Капитания. Здесь необходимо уточнить венгерскому капитанству. Драгош был воеводой на службе Венгрии, его задачей было вернуть венгерской короне молдавскую страну. Летописи следующим образом описывают основания Молдовы. В земле Марамуреша был человек разумен и мужественен именем Драгош, и придай себе с дружиною на лов звериня Тура, и поедоша следом за Туром через горы высокие, и переедоша высокие планины, и наехаша Тура у реки на берегу под вербою и его убиша. Рассмотрели себе на жительство место и вселися Тур, возвратишася вспять и поведаша своим всем о красоте земли и о реках, и о кринецах, дабы вселися Ту, пеместо пусто и во край татарских кочевищ, и поедоша они от Марамуреша со всею дружиною и с женами, и с детьми через горы высокие леса просекая, и придоша на место, где Драгош Тура убил, и возлюбиша, и вселишася в Ту, и выбрали из своей дружины себе мужа разумно именем Драгоша, и назваша его себе господарем и воеводою, и о то ли начашася произволением и божьим молдавская земля. Драгош посадил первое место на реке на Молдаве, потом на садиша место бани, учиниша себе печать воеводскую на всю землю Турью голову и господствовал на воеводстве лета два. Герб молдавского государства был вдохновлен легендой охоты Драгоша. Голова быка со звездой между рогами, солнцем справа и полумесяцем слева является базовым элементом государственной печати Молдовы, молдавских монет и является определяющим знаком знамени Молдовы. Самая древняя сохранившаяся господарская молдавская печать привешена к акту, подписанному Петром I Мушатом в 1384 году. Контур печати на белом воске ухватывает голову быка со звездой между рогами, солнцем слева и полумесяцем справа. Специалисты расшифровали текст, идущий по краю печати, Петру воевода Молдавиенсис. Этот же отпечаток можно видеть и на первых молдавских монетах, грошах, отчеканенных Петром I Мушатом. После того, как возросло количество населения, увеличился оборонный потенциал, объединились воеводства на севере Карпата-Днестровского пространства под руководством и властью одного княжества. После этого большинство жителей этого региона стало в целом называться Молдавани, а территория – Молдова. После этого Молдова стала государством. Драгуш, как и его последователи САС и Балк, очевидно не стремился создать унитарные и независимые государства путем объединения молдавских воеводств и княжеств того времени. Это осуществил Богдан-основатель. Вывод о том, что избавление Молдовы от венгерского владычества благодаря победе Богдана I основателя окончательно произошло в 1359 году, поддерживает большинство историков. Потомки Богдана на молдавском троне, в первую очередь Лацку, Петру I Мушат, Роман I, Штефан I, продолжили начатое Богданом I. Александр Добрый закрепил то, что начали его предшественники, освоив земли между прутом и Днестром и эффективно управляя ими. Он выпустил первые торговые привилегии, урегулировал конфликт с Константинопольской патриархией, основал храмы и монастыри, оставил для потомков ценные памятники молдавского рукописного искусства. Таковым было становление молдавского государства, и молдаване стали частью бурной истории Средневековья.